Всем привет, друзья! В сегодняшнем выпуске я буду делать откатные ворота умными. Делать откатные ворота умными я буду с помощью вот такого вот устройства, которое позволит мне открывать и закрывать ворота через телефон или с помощью различных сценариев. Сейчас я покажу это устройство вам поближе и расскажу, что у нас здесь вообще в коробочке. Значит, самое основное это блок управления, который с одной стороны подключается в розетку, но я буду подключать к питанию двигателя, и с другой стороны он подключается непосредственно в сам двигатель. Как подключать его, это нужно смотреть конкретно в инструкции к вашему двигателю, который установлен у вас на воротах. Но по сути данное устройство является универсальным и подходит для двигателей откатных ворот, как в моем случае, для распашных ворот и для секционных ворот. И для того, чтобы понимать через телефон, открыты наши ворота или нет, в комплекте идет вот такой вот магнитный датчик, часть которого ставится на ворота, а вторая часть на забор. И когда они будут расходиться, то в телефоне будет показываться, что наши ворота открыты. И, соответственно, когда они будут сходиться, будет показано, что ворота наши закрыты. Все эти устройства можно крепить как на саморезы, здесь есть специальные ушки для этого. Но также в комплекте для простоты монтажа идут двухсторонние такие вот наклейки. То есть мы можем все это посадить на наклейки. Но будет это держаться или нет, это, конечно, такой вопрос спорный. Поэтому, скорее всего, я буду все это крепить на саморезы, чтобы уж точно не отвалилось. Сейчас я данное устройство подключу к системе умного дома, для того, чтобы потом этим не заниматься на улице, потому что погода сейчас у нас переменчивая, вдруг пойдет дождь, и как-то не очень хочется мочить автоматику. Этот процесс я показывать не буду, потому что у всех системы умного дома разные, и, соответственно, процесс подключения может отличаться. В общем, подключаю сейчас к умному дому и иду на улицу подключать это все к двигателю. Перед тем, как лезет в двигатель, обязательно отключите его от сети. В двигателе у меня BFT. Беру инструкцию и смотрю порты, которым нужно подключить наше устройство. Но, если не ошибаюсь, то это порт 60 и 61. Пробуем. Красный провод подключаю в порт 61, а черный в 60. Если не будет работать, то попробую наоборот. Но, если и наоборот не будет работать, то буду пробовать искать другие порты по инструкции. Может быть, я что-то не так понял. И подключаем провод питания к перемычкам фазы и нуля, к которым подключено основное питание нашего привода. Но перед этим мне нужно обрезать вилку. Много обрезать не буду, вдруг вилка еще пригодится. Ну и, соответственно, красный провод к фазе, синий провод к нулю. Только сначала я проверю, есть ли там питание или нет. Нет, я отключил, все верно. Ну что ж, устройство я подключил. Теперь можно идти подавать питание на двигатель. Ну что ж, я опустил питание на двигатель. И теперь проверяем. Сначала будем проверять с помощью кнопки на самом устройстве. Работает. Все так же, как с пультом. Одно нажатие, если ворота закрыты, они открываются. Повторные нажатия, они останавливаются. И третье нажатие, они закрываются. Все как с пультом. Теперь пробуем с телефона. Заходим в наше приложение. Находим ворота. Они у меня сейчас открыты, потому что датчики я еще не установил. Круто. Вообще огонь. Ну что ж, теперь подключаем. Точнее, не подключаем, ставим датчики на ворота, чтобы понимать, открыты наши ворота или нет. В общем, с магнитным датчиком открытия-закрытия произошла небольшая загвоздка. Я хотел установить с этой стороны ворот. То есть, соответственно, двигатель у меня стоит на противоположной стороне. Здесь было бы идеально. Как раз ворота открылись-закрылись. Все это понятно. И установить его было бы легко. Но проблема в том, что когда я отношу датчик сюда, он уже не реагирует. То есть, видимо, он работает по какому-то своему каналу вместе с самим устройством. И радиус передачи данных, видимо, там полтора метра, что ли, может быть, даже меньше. Здесь получается метр четыре. Три-четыре. Может быть... Ну да, метр три. В общем, надо будет думать, где стоять этот датчик именно вблизи самого двигателя. Вскрыл сейчас одну из частей магнитного датчика. И в самой большой части здесь, значит, есть такая вот небольшая антенка и плоская батарейка. Не знаю, хорошо это или плохо, но посмотрим, как она будет работать зимой. Батарейка здесь CR2032. Ну, стандартная для умных устройств. Магнитные датчики я решил установить с этой стороны ворот, ближе к двигателю. Вроде бы проверил. Все работает. И пока я их посажу на двухсторонний скотч, который шел в комплекте. Для того, чтобы потом мне было удобнее их крепить саморезами. Датчики установил. Заходим в приложение, смотрим статус наших ворот. Ворота закрыты. Давайте проверим. Ворота открылись. Здесь в приложении у нас написано, что ворота открыты. Закрываем. Ворота закрылись. Сработал датчик. И в приложении написано, что ворота закрыты. Работает. Кстати, если вы заметили, при открытии и закрытии ворот, у меня все время пищевый телефон. Это приложение подает сигнал об изменении статуса магнитного датчика открытия. То есть, когда он расходится, приложение присылает уведомление, что ворота открыты. И, соответственно, когда он сходится, написано, что ворота закрыты. Удобно, но если у вас большая семья и открывается часто, точнее часто открывается и закрывается ворот, то, наверное, это будет надоедать. Но я буду смотреть в приложении, наверное, это можно отключить. Давайте я вам более наглядно покажу, как я подключил данное устройство. Потому что в интернете много видео по подключению такого устройства к двигателям. Но двигатели там не для откатных ворот, а в основном для распашных, либо для секционных, которые кверху поднимаются. Кстати, анимация в приложении именно у таких ворот. И, к сожалению, поменять ее нельзя, но это не так важно. Смотрите. Значит, ну, соответственно, питание вы можете подключить либо в розетку, но выводить свою розетку я смысла не вижу. Это тянуть провод, и здесь уличная розетка как-то не очень. Поэтому я подключил питание к, соответственно, клемме, от которой питается сам двигатель. Здесь провод, который в стандарте шел, наверное, 0.75 сечением. И, соответственно, основной провод, который идет в сигнал в своем двигателе, я подключил к разъему, черный провод к разъему 60, и красный провод к разъему 61. И, как вы видите, все работает. Ну что ж, теперь просто это все собираем и прячем наше устройство здесь, внутри двигателя. Все готово. Осталось только закрепить датчики саморезами, но сделаю это чуть-чуть попозже. Надо найти саморезы по металлу. А так, в принципе, все готово. Двигатель мы собрали обратно, и давайте проверим, все ли теперь работает с закрытым кожухом. Все работает. Особо больших задержек нет. Все как и с пультом. После нажатия на кнопку примерно через секунду-через две начинают открываться ворота. Кстати, данное устройство работает с голосовым помощником Алисы. Правда, не так, как хотелось бы, но все равно оно работает. Давайте я покажу, как это выглядит. Включи ворота. Включаю. И ворота стали открываться. Выключи ворота. Окей, выключаем. Ворота остановились. Выключи ворота. Окей, выключаем. И ворота стали закрываться. Почему именно такие команды? Ну, дело в том, что Алису нельзя научить команде, к примеру, открой. Там это устройство добавляется как устройство, либо розетка, либо другие. И у того и у этого устройства, точнее этих устройств, стандартные команды. Включить, выключить. Поэтому вот такой вот вариант. Единственное, что, наверное, я буду писать в поддержку Яндекса с вопросом того, что можно ли задавать свои слова команд, для того, чтобы это работало более корректно. И, кстати, с данным устройством, включи-выключи ворота, в принципе, разницы нет. Вы можете использовать одну и ту же команду, потому что ворота работают по подаче сигнала. Они не различают, сигнал ли это на открытие, либо сигнал это на закрытие. Там суть в том, что это, если подается сигнал, если они закрыты, то они открываются. Второй сигнал, соответственно, если они не успели открыться, они останавливаются. И третий сигнал, если они остановились, не успев открыться, они закрываются. Либо, ну, если они успели открыться, то второй сигнал будет уже на закрытие. Ну, это такая логика у двигателя откатных ворот. Может быть, его можно перенастроить как-то по-другому. Ну, у меня он настроен так. Мне его настраивал мастер, который занимается этим. Кто не видел видео, ссылка будет в описании. Там более подробно показан весь процесс. Но, в общем, на данный момент меня работа данного устройства по открытию и закрытию ворот устраивает. И хотелось бы еще несколько слов сказать про данное устройство. Покупал я его в Китае, соответственно, на сайте всем известном AliExpress. Стоимость его составляла на тот момент, когда я его покупал, это было в феврале, что-то в районе 1550. Сейчас он дешевле, потому что доллар упал. И я последний раз видел его что-то там за 1350 или 1400. Ну, разница небольшая, но все равно, конечно, приятно. В моем случае данное устройство интегрируется в экосистему умного дома фирмы Tuya и работает по каналу Zigbee. И, соответственно, для работы данного устройства по каналу Zigbee необходим шертизатор, который будет с ним общаться. Но такие же версии есть и с Wi-Fi. Кратко, для тех, кто не в курсе, в чем разница умных устройств с каналом Zigbee и с каналом Wi-Fi, все устройства, которые имеют каналы Zigbee, для их работы необходим шертизатор, который будет общаться со всеми этими устройствами и выполнять заданные вами сценарии. Вся информация о ваших сценариях с устройствами Zigbee будет храниться на самом шертизаторе. И, соответственно, все это будет работать без интернета. Например, если он у вас пропадет или вы забудете его оплатить. Для работы умных устройств с каналом Wi-Fi, соответственно, никакой шертизатор вам не нужен. Нужен только ваш роутер с частотой 2.4. Вы подключаете это устройство к роутеру и также можете им управлять с помощью приложения. Но здесь суть заключается в том, что вся информация о ваших сценариях по этим устройствам, она хранится уже не у вас на маршрутизаторе, а хранится на китайских серверах. И если у вас пропадет интернет или, опять же, вы забудете его оплатить, то данное устройство уже не будет работать и не будет выполнять сценария. Какие покупать устройства с каналом Zigbee или с каналом Wi-Fi решать только вам. Обычно умные устройства с каналом Wi-Fi стоят дешевле примерно на 200-300 рублей. Но учитывайте, что они не будут работать при отсутствии интернета, если там вдруг какая-то авария случилась или вы забыли его оплатить. Наглядный пример для того, чтобы у вас было понимание во всем моем доме. Сделана умная вентиляция с устройствами по каналу Zigbee. Соответственно, если вдруг у меня пропадет интернет, то вентиляция в любом случае будет работать. К примеру, если человек будет находиться в комнате, долгое время повысится углекислый газ. Датчики, умные датчики с каналом Zigbee это зафиксируют, отправят команду на включение вентиляции и, соответственно, она включится. А если бы у меня все эти, точнее, все устройства в системе умной вентиляции были бы с каналом Wi-Fi, и у меня пропал интернет, то они бы не работали до тех пор, пока бы не восстановился канал связи. Что касательно устройства для открытия и закрытия ворот, данное устройство также есть и с каналом Zigbee, и с каналом Wi-Fi. И, как вы уже поняли, у меня данное устройство с каналом Zigbee. Маршрутизатор для его работы установлен у меня в котельной, и, соответственно, окно выходит на как раз ворота, и там получается расстояние от маршрутизатора до двигателя, где установлено данное умное устройство, ну, примерно где-то 22-23 метра. И, как вы уже видели, все работает без каких-либо проблем. Также в версии моего устройства для открытия и закрытия ворот магнитный датчик, как я уже говорил, он на батарейке. Но есть и проводной датчик, у которого провод. И почему-то я этот момент не учел, когда выбирал. И сейчас я понимаю, что на батарейке, скорее всего, не очень хорошо, потому что зимой, наверное, она будет высаживаться быстро. А если бы этот датчик был на проводе, то проблем, наверное, бы не было. Ну, в любом случае, это я узнаю только со временем. Сейчас лето, и посмотрим, насколько хватит этой батарейки. И вообще, как будут работать эти датчики. Не уверен, что в них есть какая-то влагозащита, но я их установил в такое место, где, в принципе, не особо мокро. Там дождь не будет сильно выпадать. Ну, я думаю, что они должны быть рассчитаны для установки на улице. Либо, конечно, это версия только для секционных ворот, которые устанавливают... Точнее, когда автоматик устанавливается внутри гаража, и там нет никаких уличных воздействий в виде осадков. И, соответственно, если появятся какие-то проблемы, то я обязательно об этом вам расскажу, чтобы вы были в курсе. Но, конечно, не факт, что я буду снимать про данную тему отдельно ролик. Скорее всего, это будет, наверное, в Инстаграме или ВКонтакте в виде обычного поста. И на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что данное видео было интересно и для кого-то полезно. С вами был Вадим, проект 22 сотки. Всем до новых встреч.